Что важно, нужно, можно упомянуть, ну без вопросов. Без вопросов. Ну что вот, наше мнение, какое вот? Ну я, наверное, буду повторять то, что ты включил уже. Да. То, что я и говорил там, что уже, наверное, достаточно говорить, нужно уже принимать конкретные действия. Есть определенные проработки Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, которые уже провели отдельное согласование и внесли свои предложения по увеличению доплаты к заработной плате ежемесячной, если на сегодняшний день она составляет 2,5 тысячи рублей, то предложение уже 8 тысяч рублей доплата к заработной плате с 2,5 до 8. И единовременная выплата уже будет 100 тысяч не в течение двух лет, а в течение трех выплачиваться. Понятно, что сельскохозяйственные предприятия разные, но если мы возьмем среднюю заработную плату, ее озвучили, 19 тысяч рублей. В сфере АПК на сегодняшний день составляет средняя заработная плата. Где-то она 12, а где-то 30, если мы возьмем, опять же, среднюю 19. И если мы к 30 будем прибавлять 8, это будет вообще очень хорошо. Даже если мы к 12 прибавим 8, уже будет 20, а не 14,5. Поэтому это, конечно, существенно. Ну и параллельно нужно, может быть, не параллельно, или следующим этапом решать, конечно, проблему с жильем, обеспечением жилья. По инициативе законодательного собрания в свое время мы проводили заседание фокус-групп по определению проблем, именно какие факторы влияют на то, что молодежь неохотно едет на село. Эти проблемы были озвучены. Основная проблема – это заработная плата, низкая. И вторая проблема, конечно же, жилье. Были также озвучены проблемы социальной сферы, что отсутствие и детских садов, и ФАПов. Эти проблемы в комплексе нужно все решать. Но если уже есть определенные подвижки, да, в плане того, что есть уже вопросы, которые согласованы в высшестоящих инстанциях, я имею в виду доплату в заработной плате, это уже хорошо. То есть мы уже начинаем двигаться в сторону правильной. А вот 100 тысяч единовременно, в течение трех лет. Да, по 100 тысяч ежегодно. По 100 тысяч ежегодно, да. Это не считая доплаты… Не считая доплаты заработной плате. Ну и когда студент, он получил, вот три года отработал, да, ему что-то мешает уйти из этого предприятия, или ничего не мешает. Ему даже, допустим, вот он заработал, да, зарплата. Ну и с ним будет заключен договор на пять лет. В любом случае, он пять лет должен отработать. Как бы цель такая, что вот эти составляющие, да, вот эти стимулы дополнительные, они позволят как-то закрепить, и что ребята не будут. Ну и, конечно, вот первые три года хотя бы вот с заработной платой, но в течение этого периода, пока он в течение пяти лет отрабатывает договор, нужно однозначно решить проблему с жильем. Потому что если он получает 12 и будет у него 20, если он опять потом спустится на эти же 12, однозначно ни один молодой специалист за 12 тысяч работать не будет на селе. Он найдет другое себе место работы, более оплачиваемое. А жилье врет, собственно, как в аренду собственную? Ну, тоже, как бы, варианты есть разные. Тоже на сегодня есть, как бы, программа по субсидированию жилья, да, то есть это 70 и 30 процентов, в любом случае 30 процентов необходимо иметь собственных средств. Но программа тоже до конца, как бы, не совсем отшлифована. Есть определенные нюансы, потому что, как правило, молодой специалист, да, он прописан там с папой, с мамой, и он особо, то есть здесь комиссия рассматривает на улучшение жилищных условий и не всегда под эту категорию подходят. Поэтому там есть свои нюансы, которые нужно, конечно же, прорабатывать и, я еще раз говорю, отшлифовывать. Не каждый желающий, любой, вот прямо, да, 100 процентов, может принять участие в этой программе. Там есть свои нюансы, поэтому нужно все дорабатывать. Человек, допустим, прописан в городе, ну, я имею в виду районный центр, он является городом, а работать будет он на селе. Соответственно, он не будет подходить по программу по улучшению жилищных условий, он должен быть прописан в сельской местности. А в сельской местности, еще раз повторю, есть нюансы, что он прописан с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Ну, он может выписаться, из города может выписаться. Ну, ему куда-то надо прописаться, он заявляет, ну, естественно, он заявляет же на улучшение жилищных условий. Ему говорят, у тебя приходится, условно, там 20 квадратных метров на человек, какое тут улучшение? Одно дело, когда там 8 метров квадратных, там, или 7 на человека, здесь, наверное, можно разговаривать. Поэтому есть вот эти нюансы, которые нужно отшлифовывать. Ну, хорошо. Ректор напрямую разговаривает с сельхозпроизводителями, да, и эти вопросы в ручном режиме решает, да? То есть, все-таки, есть со стороны Академии. Такое направление в ручном режиме решать судьбу каждого, да? То есть, вот, ну, контролировать... Ну, это абсолютно. Александр Геннадьевич, у него всегда есть списки выпускников, он отрабатывает и ход, и до, потому что обращаются и напрямую к нему работодатели, более, как правило, да? Соответственно, он уже из той имеющейся базы. Он ребят, то есть, он участвует в процедуре итоговой тестации, слушает там защиту тех же зооинженеров. Он видит, как бы, кто на что способен, кто и он у них интересуется, готов ли человек поехать, хочет ли он работать с зоотехником, ну, и так далее, по другим направлениям подготовки и специальностей. Конечно, это зачастую и в ручном режиме приходится выполнять, но, конечно, Александр Геннадьевич, в этом плане всегда... Ну, если проблема какая-то есть, вот, человек уже закончил ВУЗ, он не выпадает изобойно, да, он может прийти в ВУЗ, сказать, вот, я вот, закончил ВУЗ, сейчас такая-то проблема, вот, не складывается там, значит, обещали одно дело и другое, вот, он будет ВУЗ... Ну, естественно, у нас же есть, как бы, центр по трудоустройству или одно из направлений, сейчас центр по-другому называется, там, центр российского-белорусского сотрудничества, трудоустройства обучающихся и консультационных услуг, то есть, в структуре этого центра, то есть, есть специалисты, которые курируют непосредственно трудоустройство, у них есть база вакансий, они выдают путевки, знаешь, да, выдают путевки на... Слышал в таком центре? При вручении дипломов, да? Слышал про полцентра? Вот, поэтому при вручении дипломов ребята получают еще и путевки по имеющимся вакансиям. Опять же, тут, как бы, и социалка влияет, и заработная плата, но картина меняется в лучшую сторону, все больше и больше выпускников идет работать на село, а если вот эти программы действительно будут согласованы и будут работать, я имею в виду повышение и доплаты заработной плате, я думаю, что еще картина в лучшую сторону однозначно будет меняться. Ну, стратегии региона предусматриваются, да, то есть заложено, какое направление поддержать... АПК? Нет, увеличение, вот именно подъемных и доплат, да, то, о чем Тюринг говорит, в принципе, он доведет это до конца, учитывая, что новый губернатор... Ну, сейчас это все будут они на уровне бюджета уже просматривать, в принципе, я говорю, согласования уже прошли, в принципе, осталось дело только за законодателями, это все дело утвердить, пропустить дальше, чтобы этот закон уже работал. И вот практика, практика ориентированного обучения, да, то есть прежде чем идти работать в хозяйство после обучения, во время обучения есть летняя практика, да, такая третье семестр ССО, где они могут... Есть, и практика ориентированного обучения, оно в рамках уже реализуется Малой Академии Аграрного Бизнеса, которая по инициативе ректора Александра Геннадьевича Самоделкина была создана в 2018 году, это двухгодичная программа обучения Малой Академии Аграрного Бизнеса, это и лекционные, и практические занятия, и выездные, экскурсионные какие-то, да, ведущие агропредприятия и посещение агрохолдингов, ну и, конечно же, вот на базе ведущих агрохолдингов и предприятий прохождение производственной практики. Вот этим летом ребята, которые у нас занимались по практико-ориентированному обучению в группе, они проходили производственную практику на базе КФХ Сырсов Андрей Иванович в Воскресенском районе. Это порядка сколько в этой академии числится в 2018 году? В 2018 году, но набор у нас идет в среднем, где-то мы набираем группу 30 человек. Это уже мотивированные, да? 30, да, это мотивированные, это ребята, прошедшие отбор, прошедшие собеседование, поработавшие уже с психологом, потому что команда образования у них должна быть, они формируются впоследствии уже на несколько команд, которые пишут свой проект, защищают этот проект. Вот они закончили эту академию, да, один год надо, да? Два. Два года. Они получают от предприятия характеристику, стаж работы, но это они не в этом осталось? Нет, предприятия они ничего не получают. От академии они получают, да, пока свидетельства, дальше мы посмотрим, какой это будет документ, да, подтверждающий вот это, то есть диплом понятно, что пока мы не можем, это нужно все вот сейчас как бы дело установить, узаконить, чтобы все документы регламентирующие были, но для первой группы, которая вот у нас в этом году перешла уже на второй курс обучения, да, в любом случае документ, подтверждающий их статус обучения Малая Академия Аграрного Бизнеса, однозначно будет. Вот ребята уже проходили практику у Андрея Ивановича Сырца в Воскресенском районе, он уже несколько человек себе пригласил на работу. Сейчас они заканчивают, если в этом году четвертый курс, и он их готов уже принять по окончании к себе на работу. А другие предприятия тоже, как говорится... Ну, у нас проект пилотный, поэтому мы вот в этот раз, я говорю, ограничились только КФХ Сырцев, Андрей Иванович, если Академия будет, Малая Академия Аграрного Бизнеса набирать обороты, она однозначно будет набирать обороты, поэтому здесь уже будут разные направления. Но цель практикоориентированной группы, чтобы ребята с разных факультетов были нацелены на одну задачу, чтобы не было какой-то узкой направленности, чтобы все знали, допустим, тот же зоотехник, тот же инженер мог составить бизнес-план, потому что у них в группе есть экономист, который составляет этот бизнес-план. И когда они защищают уже свой комплексный проект, каждый из ребят, допустим, с каждого факультета, агроном свои вещи, свои дела защищает, ветеринар, допустим, свои, зоотехник, корма, допустим, инженер какие-то, новые рационализаторские предложения свои, технолог, допустим, по питанию что-нибудь там, да, по, как бы, продукции, ну и экономист, понятно собой, это, конечно же, бизнес-план, все с экономической точки зрения обосновать, целесообразность создания предприятия, эффективность работы предприятия. Вот человек, который закончил школу, да, малую академию аграрного бизнеса, и который не закончил, вот, конкурент, он более конкурентоспособный при приходе на другую работу, например, у меня стаж работы, и по стажу работы, именно, да. Проходили, Евгения? Конечно. То есть это вот именно та вот новация, да, может быть, этого даже нет в других вузах, да, что вот именно они нарабатывают стаж работы, который необходим. Ну, даже не стаж, они опыт нарабатывают. Они опыт нарабатывают. Стаж-то, само собой, здесь опыт в первую очередь нарабатывается. То, что понятно совмещать учебный процесс и, допустим, обучение малой академии аграрного бизнеса, все равно это напряженно, и не каждый выдержит. Он может пройти фильтр, допустим, там какого-то конкурсного отбора, но на каком-то этапе ему будет сложно. Поэтому здесь ребята подбираются самые лучшие, самые достойные, которые обучаются в этой академии. В других агробузах есть такая практика? Или это все-таки вот новация? Нет, это новация, это пилотный проект среди аграрных вузов. Действительно, об этом громко заявил, заявила Академия, заявил Александр Геннадьевич. И в Комсомолке было большое интервью с Александром Геннадьевичем, и на сайте Агровуза информация была размещена. Это пилотный проект, то есть это своего рода подготовка резерва управленческих кадров для АПК, подготовка ребят для того, чтобы они могли по окончании вуза создать свое малое предприятие крестьянско-фермерское хозяйство, реализовать свои бизнес-идеи. Либо же получить опыт, и уже на большом колдинге работать. То есть это двойна. То же самое. И для его науку, например. Ну да, тоже. Поехал, как бы, на науке. Да, 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 да. То есть и гранты, опять же, тут все завязано. Потому что с сердца в море, как он уже ставит актуальные задачи, проблемы. И они же решают эти проблемы с помощью науки. Они же учатся, взаимодействуют с профессорами. Решают, они его приносят готовые решения, по сути, вот в чем интерес с сердца. Вот он включается. Здравствуйте. Ты тоже? Да, да, проходите, проходите. Только я не знаю. То есть вот интерес с сердца в море. Он, пожалуйста, берите. Включаются ли проблемы? Ну, естественно, у него есть свои, как бы, приоритеты. Решают. Он подбирает для себя кадры. И цель у него такая, что ребята приехали к нему на предприятие, чтобы они сделали свои предложения. Они посмотрели со стороны. Вот он думает, допустим, так должно быть налажено производство. Допустим, должны быть такие же корма, допустим, для животных. А ребята зоотехник, тот приехал, говорит, да вы извините, у вас рацион-то совсем не тот составлен. Вам нужно вот это, вот это, вот это. Ну что ж, я буду радствовать, и информация не достаточно. Быть добр.